Андрей Андреевич Пиантковский присоединяется к нашему эфиру, публицист, математик, политолог. Андрей Андреевич, здравствуйте, рады вас видеть. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый вечер взаимно. Андрей Андреевич, получается, что предвыборная гонка началась? Ну, нет еще. Она начинается с дебатов традиционных. Где-то в августе будут дебаты кандидатов. А к чему тогда Трамп говорит, что его арестуют? К чему этот хайп? Ну, он кокетничает. Его не арестуют. Его могут в наручниках отвезти к судье, который предъявит ему обвинение и его отправят под домашний арест. Вот это наиболее вероятный сценарий. В Америке к этому, скажите, он просится? Он, естественно, понимает скандал кандидатов президента, преследует, арестовывает и так далее. А скажите, а в Америке относятся к вот этому событию, возможному, гипотетическому, как к политическому преследованию? Или все понимают, что Трамп это определенный политический фрик? Вот как мысль общества? Ну, ядро его сторонников. У него же есть фанатики. Некоторые из них до недавнего времени выступали на украинском телевидении, рассказывали, как было бы хорошо при Трампе. Вот фанатики именно так будут считать, что его преследуют за некие политические убеждения. Это политик, у которого нет вообще никаких политических убеждений, кроме, так сказать, своего чрезвычайно раздутого эго. И вообще говоря, вряд ли он станет номинантом этой республиканской партии. Но проблема в том, что наиболее вероятный кандидат, это известно сейчас, Бурган Десантис, прославился на днях своим заявлением о том, что, ну, там Украина, Российская война, какой-то территориальный конфликт далеко в Европе, и это вряд ли представляет жизненный интерес для безопасности Соединенных Штатов. Вот такие у нас сейчас, к сожалению, республиканцы. Ну да, и немножечко разовьем, Андрей Андреевич, вашу мысль. Бурган Десантис заявил, то, что вы вот озвучили, десантнис, и при этом республиканцы в США заявили о поддержке Украины и осудили слова губернатора Флориды. Это так? Да, в республиканской партии большинство сегодняшних членов Конгресса это твердые сторонники Украины. Они даже критикуют Байдена за недостаточную поддержку Украины. Но есть там 30-40 трампистов, но в любом случае вот демагогия Трампа и частичная десанция сработала. Опросы показывают, что примерно половина сторонников республиканцев выступает, ну, в любом случае, за ограничение помощи Украине. Ну, а, соответственно, совершенно иные показатели, там, 80% демократов жестко поддерживают. В любом случае, мне вывод, который делают сторонники Украины в Америке и администрация Пеленда, что надо этот вопрос решать, победа в Украине до начала разгара избирательной кампании. Ну, давайте, да, добавим, что ответом, наверное, на мнение вот этих, как вы сказали, радикальных трампистов является очередной пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. Государственный секретарь Антоний Блинкин в понедельник как раз объявил сегодня о выделении этого пакета. Значит, что в него входит? Коротко расскажу. Реактивные системы залпового огня «Хаймарс», «Гаубицы», то есть боеприпасы для них, а также боеприпасы для боевых машин пехот «Брэдли», ракеты «Харм», противотанковое оружие, речные катера, кстати, ну и другое оборудование. Андрей Андреевич, расскажите, как Америка, Госдеп, политическая элита реагирует на то, что «Си» сегодня в Москве дает Путину руки целовать абсолютно спокойно, как все и ожидали? Ну вот уже Блинкин неожиданно резко высказался о том, что ни в коем случае не надо, не может быть речи о никаком прекращении огня, остановке силовых действий, как это хотелось бы сегодня Путину и Си. Мне кажется, Си совершил, собственно, самое главное, что могло произойти во время Турции, уже произошло. Си совершил очень серьезную ошибку, это даже почувствовала российская пропагандистская машина. Он же назначил, дал Путину ярлык на шестилетнее книжение в Москве еще с 1924 до 1930 года. Это беспрецедентная в дипломатической практике заявление, что он поддерживает его президентскую кандидатуру. Не сомневается, что российский народ поддержит его президентскую кандидатуру на выборы в 1924-1930 год. Даже Песков там и пропагандисты вынуждены были как-то смягчать это его заявление. Но это показало окончательно, в чем интерес Си и в чем заключается любая его мирная ценность. Любой ценой держать у власти Путина. Ни в коем случае не допустить такого решительного, решительной победы Украины в результате которой он потерял бы власть. Путина – это человек, который председатель, я его еще 10 лет назад назвал председателем ликвидационной комиссии России. Он сдает Дальний Восток и Сибирь Китаю. Кстати, перед тем, как дать Путину этот ярлык на княжество, Путин же поставил очень интересный эксперимент с ним. Вы помните, что дни 10 назад его Министерство природных ресурсов выпустило новые официальные карты, в которых пара десятков российских населенных пунктов, города от Валевостока до Иркутска были обозначены своими исконными китайскими названиями. Но вот никак, никакой реакции не было из Москвы. Москва это проливатило, фактически, признав, что эта громадная территория является китайской. Ну вот, такого пуу Си готов видеть во главе России бесконечно долго. Ну да, и при этом тот самый Си и его представители заявляли о том, перед визитом, что нужно чтить иммунитет Владимира Путина, это относительно ордера на арест гаагского суда и так далее, вот все вот эти вот заявления. А меж тем, напомним нашим зрителям, что прокурор Международного уголовного суда в Гааге, Карим Хан, заявил, что выданный в Гааге ордер на арест Путина, он пожизненный. Скажите, пожалуйста, Андрей... Да, бессрочный. Да, 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 да. Андрей Андреевич, что это означает? То есть, по большому счету, отсидеться уже не получится у Путина? В любом случае, придется отмечать. Отсидеться может и получится. Совершенно верно. Практически плоскость сейчас ставится вопрос о его намеченном визите в Южноафриканскую республику. Ну вот, правительство сделало такое сомнительное для Путина заявление, что оно приняло к сведению решение Международного уголовного суда. ЮАР признает уголовный суд. А, кстати, сегодня еще неприятная новость для Путина. Парламент Армении рассматривает вопрос о присоединении Армении к статусу Международного уголовного суда. Ну да, это Андрей Андреевич, давайте обозначим. Я так понимаю, вы говорите про встречу в формате БРИКС, правильно? Да. О ней идет речь. Ну да, там вроде бы была четкая риторика, что если он окажется на земле этого государства, то будет однозначный арест. Собственно, как и министр юстиции Германии сказал то же самое про Путина. Андрей Андреевич, как вам вообще формат встречи Си Цзиньпиня с Путиным? Из того, что я смотрел, абсолютно спокойный Си сидит с каким-то своим прокитайским планом, назовем это так, и Путин, от которого и следа не осталось, от уверенности 24 февраля 2022 года. Спасибо вам за то, что вы приехали. Значит, абсолютно такой тихий голос. И самое главное, Путин постоянно говорил про многополярность, про то, что сейчас в мире большая несправедливость. Си же говорил намного сдержаннее. У них, скажите, в этом плане позиции совпадают, и только внешне отличается их реакция? Или они и мыслят по-разному в актуальности сегодняшнего дня? Ну, Путин, как князь Москвы, вернулся к Кабринам Орды, он получает от хана ерук на княжение. Это достаточно традиционная модель для московских князей. Но вот удивительно, это все понимали, удивительно то, что почему Си, вот я считаю это его ошибкой, он счел необходимым подчеркнуть это в первых своих словах. Только явившись в Кремль, он начал объяснять, сразу же объяснил русским своим подданным, что вот князем до 30-го года он у них назначает пул. Я не иронизировал, но это звучало именно так. Именно так. И оно так и было, да? Даже Скобеева получил какую-то срочно темничек, и я специально стал смотреть, а как же это отреагирует на российские каналы, когда какой-то там явно уже 100% прокитайский агент начал восторженно кричать, что вот Пу уверен, что Си уверен, что Путин победит на президентских выборах, она начала его осаживать, как-то говорит, что это не так, просто Пу поздравил Си с победой, с переизбранием в третий раз, и Си ответил какой-то формулой. То есть эта наглость привела в смущение даже кремлевских правителей. Си просто не считает нужным скрывать, кто здесь хозяин, и что он ждет от этого хозяина. Андрей Андреевич, а скажите, пожалуйста, я прошу прощения, вопрос по ходу возник. Вот после того, как Гаагский суд выдал ордер на арест Путина, многие эксперты говорили о том, что тем самым между Путиным и его окружением появляется еще большая дистанция, еще большая отстраненность, что, возможно, зреют процессы того, что Путина захотят выдать, и для того, чтобы сказать, что вот смотрите, какие мы молодцы, Путин уже, вот, пожалуйста, мы его передаем вам под белые рученьки, как говорится. Но теперь после этого помазания, благословения со стороны Си, как вы думаете, возможно, опять люди к Путину потянутся там в бункере? Так, на это, видимо, на это и работала эта помазанность, и прекрасно понимал эту ситуацию. То есть он указывал всем своим московским холопам, что вот князем здесь поставлен вот этот человечек, вот этот маленький, пришивенький, я его назначу, вот он у нас будет, у вас будет до 30-го года. Конечно, это, наверное, на кого-то воздействует, но это вызвало обратную совершенно реакцию на Западе, что почувствовалось в сегодняшней риторике Блинкина. Что значит Путин сидеть до 30-го года? Значит, он не должен потерпеть поражение в войне с Украиной? И все ошибаются и в реакции американцев. Понимаете, мы же наблюдаем, что там внутри американской инвестиции идет напряженная борьба. Часть вот людей придерживается такой аргументации, что не надо все-таки, не надо сокрушительной победы Украины, потому что в этом случае оброшится вся власть, система власти, уйдет Путин, и начнется классическая русская смута, гражданская война, и это будет проблема. Но теперь эта аргументация у них выбита. Будет хуже, чем смута. Будет власть абсолютно стопроцентно преданного Китаю, Китаю-Си. И кроме того, мы уже частично коснулись этого. Часть республиканцев не очень горячо относятся к задаче защиты Украины. А их аргументация какая? Что это неважно, наш основной враг Китай, вот против Китая нам нужно выступать, а не тратить время на Украину. А теперь Сиим сказал, что это мои бассалы, собственно. И я думаю, что теперь уже будет абсолютное единство в американском политикам, что проблему нужно решать как можно быстрее. Вот тем самым весенним украинским выступлением, для которого выделено оружие, вы перечитали с таким вкусом. Я заметил этот как раз список. Это все нацелено на наступление танковое, видимо, на юге, как это и было спланировано, на происходивших в январе-феврале штабных играх совместных украинского и американского военного руководства. Вы, Андрей Андреевич, сами упомянули о языке действий. Я хотел спросить, а какой же язык действия будет у Китая? Ну, со словами все понятно. А если действительно Си считает, что Россия должна одержать победу, допустим, на территории Украины, или как минимум не проиграть, как они думают, то что, Китай будет теперь военно поддерживать Кремль или как? Ну, из логики такого поведения, из логики назначения Пу на десятилетние княжения, мне это следует. И ответ у американцев только один. Пока это не случилось, просто раздавить эту гадину. Вот и все. Я думаю, вот я уже вот в эти часы, прошедшие против России, чувствую, какой обратный, какую глупую ошибку совершил Си и в отношениях с российским обществом, и в отношениях с Западом, так громко проболтавшись в первые минуты своего визита собственно о своих целях и намерениях. Андрей Андреевич, а по вашему мнению, вот если таким образом пойдут события, то Китай в принципе и Си лично, готов ли он к открытой конфронтации с Западом? К открытой или нет? Да нет, конечно, он не готов к этому, и это не планировал. Он планировал вот такую кооперацию вот с этой партией мира в Соединенных Штатах. А сейчас этой партией мира не будет, когда они увидели, что в общем-то Россия уже, уже по существу колония Китая, и вот кто к чему призывал, эта партия мира, давайте, давайте не будем провоцировать Путина, а то он станет на китайскую сторону, что тут уже никакого выбора нет. Поэтому решение теперь только военное. Вот я четко прочувствую это в сегодняшнем непривычном, резком заявлении Блинкина о том, что никаких переговоров, никаких прекращений огня, только на поле боя. Андрей Андреевич, давайте еще с другой стороны рассмотрим, потому что вопрос многогранный. Смотрите, совокупный объем кредитов в нефинансовом секторе Китая, то есть, грубо говоря, это внешний долг Китая перед другими странами, почти 52 триллиона долларов. 52 триллиона. Это рекордная сумма с 95-го года, как пишут. Ну и вообще себе представить сумму в 52 триллиона, когда ты должен, явно это не только про деньги, это еще и про какие-то обязательства наперед. То есть, если Китай действительно сейчас, извините, впряжется за Россию и военная поддержка, он получит кучу санкций, что они с этим долгом будут делать? Или у них какой-то супертайный план, которого мы не знаем? Да нет, я просто только говорил о военной стороне, потому что это сейчас самое важное. Вы правильно коснулись другого аспекта этой проблемы. Понимаете, это Россия может как-то переживать санкции, потому что она не связана так глубоко с американской экономикой. А китайские и американские экономики просто сиамские близнецы. Американцы в последние дни, еще до визита Си, они очень четко предупреждали, что в случае увеличения военной помощи России они пойдут на серьезный разрыв экономических отношений с Китаем. Это нанесет усчерп Америке американскому потребителю, который привык там покупать дешевые китайские товары, но китайскую экономику это просто разрушит. Я думаю, что вот просто уси громадного игрового окружения от успехов, после того, как он, во-первых, Пашу произвел такой государственный переворот, покончив с наследием Денциапина, о сменяемости партийных людей через себя. И немножко вскружил ему еще голову вот этот дипломатический успех, громадную услугу, которому удалось оказать другому тоталитарному государству Ирану, примирив его с Саудовской Аравией. Он переживал такую эйфорию, по-моему, как мирового такого лидера, и пошел на очень необдуманные шаги. Ну да, Андрей Андреевич, вы знаете, вот вы очень четко обозначили, что на самом деле эйфория, возможно, у Си есть, но на самом деле этим визитом он допустил колоссальнейшую ошибку. Андрей Андреевич, мы вас благодарим. Это был интереснейший, важнейший разговор. С нами был политолог, публицист, политический деятель Андрей Андреевич Пянтковский. Еще раз спасибо.